САВАННЫ В южноафриканском заповеднике Мала-Мала наступает час-пик. В путь отправляются африканские буйволы. Они движутся к песчаной реке. Это единственный постоянный источник воды на многие километры вокруг. Последняя надежда в сезон засухи. Постоянные спутники великанов – красноклёвые буйволовые скворцы – перестают собирать насекомых, чтобы смыть с себя пыль, которую подняли их могучие хозяева. На стаде из почти тысячи особей обитает множество паразитов, которыми лакомятся эти плотоядные птички. Но африканских буйволов любят не только клещи. Крупные животные ревут и плещутся в воде, привлекая свирепых врагов. Стадо окружают львы. Они тихо и слаженно приближаются к своей цели – одинокому быку, который отошёл от сородичей. Трудно убить сильное животное весом 800 килограммов, вооружённое взрывным темпераментом и рогами с размахом в один метр. Огромных буйволов не зря называют грозой саванны. Трудно убираясь! Внезапно лев теряет аппетит. Члены Прайда решают заняться тем, что у них получается лучше всего. Они ложатся спать. На оживленных берегах реки не подремлешь. Тебе не дадут ни минуты покоя. В сезон засухи попить и поесть зелени сюда приходят слоны. С разгаром дня поток туристов усиливается. Этому слоненку все еще предстоит многое узнать о своем доме в саванне. Малышу не нужно бояться львов. За ним приглядывают мама и остальные члены стада. С ними никто не хочет спорить. Субтитры создавал DimaTorzok Королям джунглей придется искать не столь оживленный участок реки. С противоположного берега за водопоем спокойно наблюдает другая пара глаз. Это самка леопарда. Тихая одиночка больше всего рада, когда никто не подозревает о ее присутствии. Но соседи разоблачают ее, непрерывно издавая сигналы тревоги. Хищнице нужно поохотиться. В нескольких километрах отсюда терпеливо ждут мать двое малышей, которых она спрятала в самом укромном уголке своей территории. Беззащитные как котята, двухмесячные детеныши могут стать легкой добычей для любого хищника, который окажется рядом. Они полностью зависят от защиты и молока матери. Поэтому она должна охотиться, чтобы оставаться сильной. Чтобы поймать импалу, хищнице необходимо незаметно приблизиться к ней. В саванне раздается еще один залп сигналов о тревоге. Но на этот раз дело не в самке леопарда. Приближается один из самцов Прайда. Лев не только испортил ей охоту, он может убить ее. Она взбирается на тонкие верхние ветки, подальше от более крупного хищника. Угроза миновала. И самка леопарда отправляется на охоту в другую часть своей территории. Во время брачного сезона рассеянные и уставшие самцы импалы станут отличной добычей, если хищница сможет подобраться достаточно близко для атаки. Самка леопарда преследует импал, изучая каждое их движение. Все ее шаги просчитаны и беззвучны. Но хищница оступается. Импалы трубят тревогу и убегают. Обитатели саванны связывают крики и запахи. Заслышав тревожный гомон импал, возможностью хотят воспользоваться и пятнистые гиены. Они знают, что такие сигналы предупреждают о хищниках. А это значит, что можно закусить за чужой счет. Гиена скользят за самкой леопарда незаметной тенью, готовые присвоить ее добычу. И мешают охоте. К счастью, гиены не умеют лазать по деревьям. Поживиться нечем. Поэтому они быстро теряют интерес к самке леопарда. и находят кое-что получше. Чепрачный шакал созывает на обед. Пара гиеновидных собак пожирают импалу. Они настигают добычу в 80% случаев и являются одними из самых ловких плотоядных животных Африки. Шакал не соперник собакам. А вот гиены — совсем другая история. Подняв хвост от возбуждения, они по запаху пытаются найти свою цель. Шакал, сам того не понимая, помогает им своим воем. Гиеновидные собаки обычно передвигаются в стаях примерно из дюжины особей. Эти двое почему-то отбились. Они не могут защитить добычу без помощи своих сородичей. Даже шакал получает долю за наводку. Отказавшись от еды, собаки начинают искать свою семью. Наконец, радостные члены стаи встречаются на берегах реки. Охотничья вылазка завела их на много километров от логова. Чтобы добраться домой, они должны пересечь полную опасность и песчаную реку. Первым отправляется альфа-самец и терпеливо ждет остальных членов стаи. У них есть причина, чтобы не торопиться. Это крокодилы. Здесь скрываются и другие враги, которых собаки еще не заметили. Но они их видят. Песчаная река представляет одну из самых серьезных опасностей для гиенновидных собак заповедника Мала-Мала. В сезон засухи она мельчает и течет медленнее. Поэтому заметить притаившихся крокодилов легче. Но на прохладных, манящих заросших камышом берегах скрываются и другие хищники. Этого не учла старая и слабая гиенновидная собака. Инстинкт заставляет хищников бороться друг с другом за ограниченные пищевые ресурсы. Члены стаи понимают, что ничем не могут помочь павшему товарищу. Они должны вернуться домой, где оставили щенят. В южноафриканской саванне гиенновидные собаки почти всегда рожают только в сезон засухи. И львы разоряют оставленные без присмотра логова. Собаки прибегают к тихой норе. Их встречает только нянька, которая охраняла щенят. Паниковать слишком рано. Щенки в безопасности. Все одиннадцать малышей. Члены стаи срыгивают куски мяса, чтобы их накормить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У них одна мать. В стае потомство дает только альфа-санка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через пару месяцев щенки покинут родной дом и научатся вести бродячий образ жизни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Трехнедельные малыши скоро перестанут предаваться безделью. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На закате происходит смена караула. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Своё место занимают странные и малозаметные создания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Например, этот необычный зверёк. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С кроличьими ушами, медвежьими когтями и кенгурином хвостом трубкозуб, возможно, и похож на генетическую загадку. Но на самом деле он идеально приспособлен для истребления муравьёв и термитов. Когтями трубкозуб разрывает прочные термитники. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А длинными, чувствительными ноздрями он раздувает песок и находит ползающих насекомых. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Толстая кожа, возможно, и защищает его от укусов термитов, но от крупных хищников. Приходится только прятаться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То же самое нельзя сказать о гребенчатом дикобразе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мало что тревожит эту самку, вооружённую тысячами очень острых игол с микроскопическими зазубринами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она не одна. Её сопровождает прыгучий малыш. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но их вечернее веселье портят незваные гости. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Молодые львы не могут устоять перед такой медлительной добычей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К счастью, они замечают только маму. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она даёт неопытным кошкам несколько советов. Наконец, львы всё понимают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И возвращаются в Прайд. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Взрослые приметили более крупную цель. Чтобы напасть на Бумала, нужна тяжёлая артиллерия. К охоте присоединяются все три самца Прайда. Крупные, смелые и готовые к битве. Эти братья не любят шутить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Во время охоты на буйволов операцией руководят львицы. А самцы оказывают силовую поддержку. Ведь все вместе они весят более 600 килограммов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чтобы накормить весь Прайд, нужно постоянно сражаться. И сегодня львы победили. Скоро Прайд станет ещё больше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К захватывающему ночному путешествию по саванне к взрослым впервые присоединяются девятинедельные малыши. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они никогда не видели убитой добычи и не пробовали мяса. Львята всё ещё предпочитают молоко матери. Через несколько месяцев она перестанет их кормить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К рассвету самцы почти полностью обглодали тушу буйвола. А остальное оставили самкам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мир львят всё ещё вращается вокруг матери. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Целыми днями они отрабатывают важные навыки под бдительным присмотром всех членов Прайда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Трём маленьким самцам повезло. Когда придёт время покинуть Прайд, они найдут новую территорию вместе и, как мощные союзники, пойдут по стопам своих отцов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отдохнув и набравшись сил, львы оставляют Прайд, чтобы выполнить важную обязанность. Они патрулируют границы громкими рыками, предупреждая и отпугивая любого, кто посмеет проникнуть в их владение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самка леопарда, наконец, возвращается в своё логово. В отличие от львиц, эта мать выращивает детёнышей в одиночку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они считают сованну потрясающим интерактивным развлечением для кошек. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это мальчики. Но в отличие от львят, они не сохранят братскую связь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Шуточные бои готовят их к жизни воинов-одиночек. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Об этом прекрасно известно их матери-воительнице. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она позволяет себе недолго отдохнуть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чтобы запах малышей не привлёк ненужного внимания. Семья бредёт по сухой траве, и её интерес вызывает новый запах. В воздухе пахнет дождём. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все создания хорошо разбираются в циклах саванны и приспосабливаются к смене сезонов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через 18 месяцев, с возвращением лета, заповедник мало-мало наполняется жизнью. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повзрослевший слонёнок обожает играть в реке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Его заразительное веселье приводит к тому, что большая часть стада начинает изображать бегемота. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но он не кажется таким уж довольным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За прошедшие полтора года произошло много изменений в жизни двух молодых леопардов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мать оставила их на этот раз навсегда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но кое-что никогда не изменится. Несмотря на свои размеры, братья не превзошли опасных гиен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Их окружает целый клан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стаи гиен превосходят двух братьев леопардов в численности и вооружении. Гиена, не задумываясь, расправится с леопардом, если подвернется такая возможность. На безопасном дереве кошкам придется просто дождаться, когда гиенам надоест их осаждать. Это может занять несколько часов. Но затем все меняется. Члены клана почуяли обед леопардов. Это останки импалы, которые находятся вне досягаемости гиен. Но так заманчиво близко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она это заслужила. Хотя братья могут и не согласиться. Неожиданная чемпионка по прыжкам в высоту бредет домой с полным животом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В отличие от леопардов, полуторагодовалые гиены все еще зависят от матери. Другие самки клана могут помогать в защите щенков, но отказываются их кормить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Маленький самец устает ждать и в одиночку отправляется за приключениями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это идеальная возможность поесть за чужой счет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Малыш видел, как это делает мать. Разве тут есть что-то сложное? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но на этого леопарда не действует тактика запугивания. Он здесь доминантный самец. Отец всех детенышей на этой территории, включая обоих братьев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда план маленького самца не срабатывает, он пробует зайти с другой стороны. Вскоре он узнает, что одни леопарды отступают, а другие стоят на своем. Большой леопард устает от нападок соседских сорванцов и ищет тихое место, где можно поспать после обеда. По пути он оставляет метки с помощью желез на морде и мочи, которая подозрительно пахнет горячим попкорном с маслом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самка леопарда считает этот запах неотразимым. У нее есть всего несколько дней, чтобы забеременеть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Леопарды проведут вместе следующие три дня и будут спариваться примерно каждые 15 минут. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что самец только что плотно поел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гиенновидные собаки все еще не поймали добычу сегодня. К поиску присоединяются выросшие щенки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Их цель – все, что убегает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Собаки решают напасть на зебр, которые смеются над их тактикой запугивания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По сути, зебры обладают превосходством. И одним ударом могут убить гиенновидную собаку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наконец, хищники понимают, что совершили ошибку и отправляются искать добычу полегче. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Три игривых львенка полностью преобразились, как и щенки гиенновидных собак. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Им почти по два года, и они подают пример новому поколению малышей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через год юные львы покинут прайд, поэтому должны научиться охотиться самостоятельно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только что прозвенел звонок на урок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Шлепающие по воде буйволы кажутся заманчивой добычей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Львы правят саванной. Но их власть заканчивается на берегу реки, где они становятся возможными жертвами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Львы заповедника Мала-Мала пытаются обогнать своего смертельного врага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И добиваются успеха. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юные львы с самого рождения боятся воды и крокодилов. Но они обладают охотничьим инстинктом. Едва отдышавшись, хищники снова берутся за дело. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юные самцы держатся позади. Охоту возглавляет самка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неопытным охотникам не стоит вцепляться буйволу в шею. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И они удерживают жертву за задние ноги. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда-нибудь у них появится возможность проявить себя. А пока они получают пять с плюсом за присутствие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В отличие от львиц, мать двух юных леопардов никогда не верила в обучение. Она не раз показывала им, как охотиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Однако они оттачивают свои навыки методом проб и ошибок и тренируются друг на друге. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Леопардам почти по два года. И в них пробуждается другой инстинкт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Желание жить в одиночестве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оглянувшись напоследок, братья расстаются. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Возможно, они больше не увидятся. А если и встретятся, то только как соперники. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Их мать может только мечтать об одиночестве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она в очередной раз родила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теперь ее главная забота – новый малыш. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это тяжелая ноша, но ее генетическое будущее зависит от выживания следующего поколения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эти малыши станут тихими охотниками и храбрыми воинами смертоносной Африки. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Олег Белов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова